Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и у нас сегодня знаменательнейшее событие. У нас наконец-то загорелся синий кружочек на индикаторе HashRibbons, которого мы так долго ждали. Ну погнали разбираться, что все это значит. Итак, всем снова привет, еще раз спасибо, что смотрите канал. Подписывайтесь, ставите лайк и ставите стоп и тейк обязательно. Вот, что мы с вами видим. Индикатор HashRibbons загорелся синим сигналом. Для тех, кто не знает, это индикатор, называется вот HashRibbons, он фундаментальный индикатор, он учитывает хешрейт сети биткоина. И вот эти красные штуки, это капитуляция майнеров, которые майнить им невыгодно, и они все сливают в убыток. И после каждой капитуляции майнеров, как мы с вами уже много раз видели, наступает очень-очень хороший момент для покупки в среднесроке и в долгосроке. Это не индикатор на моментальное обогащение. Нет. Короче, если посмотреть, вот с этой точки, где загорелся синий значок, и до локальной вершины у нас был рост на 416%. И также вот эти все точки, они были более, конечно, сигналом на флет, но на самом деле, если вы приблизитесь, там тоже всегда был хороший рост. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь тоже. Вот был рост, здесь был на 265%. То есть иногда этот индикатор, он как бы опережающе сигналит несколько раз подряд, как вот здесь было тоже, смотрите, вот в этом флете. Тоже несколько раз подряд он загорался, но в итоге, когда он отработал финальный, третий вариант, мы уже улетели на почти на 3000% был ран. Поэтому, в целом, с ним, конечно, стоит считаться с этим индикатором. И в истории, если вы посмотрите на логарифме, то он вообще никогда не ошибался. Но он основан на фундаментальных значениях, то есть он загорается только после капитуляции майнеров. А что это такое? Капитуляция майнеров, это значит, что хешрейт сети сильно упал, майнить битки невыгодно. Это значит, что слабые майнеры выходят в убыток с рынка, сильные держат, накапливают. И мы улетаем, хешрейт восстанавливается, цена восстанавливается. То же самое все эти разы было, и похоже, что сейчас происходит тоже что-то такое. Поэтому давайте посмотрим на логарифмы. Да, ну и в общем, вот вы видите в логарифме, что каждый раз эта штука отрабатывала просто идеально. И вот у нас следующий цикл. Даже если он будет более под меньшим углом направленный, тем не менее по таймингу мы видим, что еще запас хода у нас есть. И коридор можно расчертить самим примерно вот так вот. И вот у нас сейчас вторая волна, возможно будет еще третья волна роста. Но какой-то примерно вот такой план игры у нас в долгосрок вырисовывается. Хотя это может быть и экспоненциальный рост, как и в предыдущих циклах, типа к концу этого года. Сейчас как раз никто не будет верить, все будут ждать, и в итоге мы увидим биток и по 100, и по 200к. А еще может быть это, это может быть не плеча, это может быть нога, это может быть ботинок. Вот такой вот, понимаешь, это может быть просто такой кроссовок. Сейчас мы начнем рисовать ногу, вот. А че так можно было что ли? Вот, и те, кому надо, плавно здесь разгрузятся. Так что вот такой вот расклад по битку. Я все еще продолжаю держать свой лонг на бирже Femex, по биточку. Небольшой лонг, уже забрана большая часть прибыли. Нереализованный по NL 3000% из расчета вот такого обеспечения. Реализованный вот такой. Также держу свой лонг дэш на Binance, на Binance по дэшу, причем тут по дэшу, конечно же, потенциал хода очень хороший. По дэшу потенциал здесь очень хороший, поэтому дисклеймер, не финансовый совет. Потенциал здесь вообще вот туда. Ну и по эфиру держу, естественно, свой лонг на байбит. Вот у меня, кстати, разгрузилась часть из него, еще одно ведро отработало. Вот висит пару ведер вот тут. В принципе, в какой-то момент, как я уже говорил, мы обязательно увидим коррекцию. Пускай даже незначительную внутри дня, а может быть и консолидацию на несколько дней, поэтому будьте осторожны. Что вам хочу сказать еще, так это то, что на канале появился два дня назад новый обзор биржи Байбит, как торговать криптой на этой бирже. Обязательно его посмотрите, он очень подробный и понятный. В легкой форме все, что нужно знать про Байбит, про ее новые фишки, посмотрите и поставьте лайк. Напишите в комментарии любой вопрос по этой бирже, я на него отвечу с удовольствием. Ну и в описании этого видео не забывайте, что опять же обзор Байбит, наш телеграм-канал, все наши ссылки, наш второй канал с регулярными переводами зарубежной аналитики. Ну и все лучшие биржи, вот они, Байбит, Фемикс, Бинанс и остальные. Рабочие обменники, если вы хотите купить, продать крипту. Сам я пользуюсь сейчас вот этим обменником, очень здорово работает на территории России. Сбербанк, Тинькофф, Биткоин, Эфир, Тезер, Дэш можно даже у них купить опять же. Зикэш, Манера, Сталар. Вот ссылочка на него в описании. Хороший курс, быстрая поддержка. Единственное, работает только до 10 вечера, с 10 утра. Вот на ТРДР и О, что мы видим, что вот эта плотность покупок отработала. Цена пошла наверх, чуть дольше, чем мы ждали, но вот примерно так. И теперь мы видим следующую плотность продавца, вот здесь, смотрите. Есть некая плотность продавца по заявкам с Бинанса, на Бинансе конкретно, да, это зона 44, 49, 50. 44, 48 и вот 48, 50. Что это значит, что здесь сидит продавец крупный, ну достаточно крупный по заявкам. И теперь вопрос на миллион долларов, вынесут этого продавца вперед ногами или нет. Могут его вынести и засквизить нас прямо на 52 куда-нибудь. Либо все-таки это давление окажется сильным и цена сейчас в какой-то момент развернется и исходит в коррекцию перед продолжением роста. Вот это вопрос, который я хочу задать вам, как вы думаете, напишите в комментарии, какой из этих сценариев сейчас более вероятен для вас в краткосроке. Потому что в долгосроке-то понятно, что это лонг, это только слепой не видит. В целом движение по рынку мы видим, что очень хорошее. Сегодня день нейтральный. Доджкоин поднялся на 17%, но я уже говорил, доджкоин это скорее шорт, чем лонг на свой страх и риск. Давайте глянем пару монет, которые мы не посмотрели во вчерашнем обзоре. XRP просили глянуть, ну давайте глянем XRP. XRP к биткоину на недельном таймфрейме выглядит пока еще помедвежьи. С другой стороны, это ли не заходной на лонг, потому что смотрите, минимумы на сайфере уменьшаются, зеленые точки, стахастик перепроданный, смотрят туда и все это говорит за отскок. Поэтому по XRP жду хороший отскок к биткоину и как следствие к доллару тоже, что он пойдет переписывать вот этот хай и видимо переписывать вот этот хай. Через какие-то вот такие волны, я там не знаю конкретно какие, но в целом это дорога туда. По XRP, несмотря на то, что это вообще не до криптовалюты, это банкстерский скамерский коин и подальше бы я от него держался. Но спекульнуть на нем вот так вот можно и выйти потом сделать больше биткоина, больше эфира, что вы там торгуете. И раз уж заговорили об XRP, давайте взглянем на XLM, который у меня называется Stellar, потому что я смотрю график с полоникса. Stellar тоже самая картина, посмотрите. Stellar находится вот в этом канале, где явно невооруженным глазом видно, что это канал накопления, многолетний канал накопления, из которого если мы выйдем, то тут сопротивления нету до вот этих вот уровней примерно. Ну, возможно до вот этих, ладно. То есть Stellar к битку, это сразу движение на несколько иксов без затруднений абсолютно. Tron. Tron к доллару тоже выглядит практически как Ripple, посмотрите. Зеленая точка на сайфере, осцилляторы разворачиваются, дорога наверх. Только Tron удерживает при этом сетку Ribbon. А, ну это к доллару. К биткоину он скорее всего тоже под ней валяется. Да. Вот сейчас очень важный момент для альтов, ребята. В принципе любой альт сейчас выглядит похожим образом. Сейчас чего ждем? Если стахастик выстреливает, это значит, что цена тоже выстреливает. И мы должны удержаться выше сетки EMA Ribbon. Если мы ее удерживаем как поддержку, вот мы сейчас ее удерживаем вроде, то это очень бычий расклад для альткоинов. И в таком случае мы увидим, что доминация пойдет вниз. Соответственно альткоины к биткоину пойдут наверх. И не глупо будет парковать ваши средства хотя бы на средний срок в альткоинах, чтобы потом выйти и сделать больше биткоина. Об этом у нас уже очень много видео на канале. Я думаю, что... Но мы сейчас начнем делать серию уроков, прям конкретно уроков для чайников. Как торговать альты к биткоину. Какое брать плечо. Какие риски. Где забирать прибыль и так далее. Аудио тоже посмотрите, как классно вернулось. Вот в этот каналчик. И сейчас если из него выстрелить, то это будет просто очередной заброс выше вот этого хая. Скорее всего. Так что да, подписываемся на канал, ставим лайки, если вам нравится такой контент. Это мотивирует меня делать еще больше для вас таких видео. Ом. Кто-то просил Ом. Ну что тут, смотрите, двойное гигантское W. И мы еще в самом низу этого W. Так что, кто там говорил, что Ом уже забрал или кто-то... Забрал ли я прибыль из Ома? Чуваки, посмотрите вот так. На 4-х часовике, конечно, вот у нас была свечка на 83%. Но, слушайте, понятно, что 83% это можно, смотря какие суммы, можно потом хоть 5 лет не работать. Но смотрите шире. Отдаляйтесь. Это не только касается мантры Дао Ом. Это много каких монет касается. Мы все еще внизу этого W. Мы все еще внизу канала накопительного. Поэтому, какой я тут забрал прибыль, вы что? Не, ну можно было часть продать, конечно, но я стейкаю Омы. Я стейкаю Омы и жду переписывания вот этого Хая. В общем, я очень побычно настроен на всю крипту, ребята. И также я очень побычно настроен на золото. Потому что золото, как и крипта, искусственно сдерживается сейчас. На низах. Вот эти хаи, all-time хаи, это на самом деле не за, как это было всегда и вот здесь. Помните, вот здесь тоже были all-time хаи по золоту. И биткоин, в принципе, очень похоже выглядит, только гораздо быстрее двигается и сильнее. Но в целом суть одна. И драгметаллы, и сырье, и хорошая крипта, не всякий скам дефайный, а там биток, лайток, дэш, эфир. То, что стоит реально каких-то денег, все будет в цене дорожать. Потому что доллар дешевеет. Вот такая история. Да, и золотом вы можете, конечно же, торговать на бирже Femix. Здесь есть золотые контракты. Только они называются не Xau, а Gold. Вот здесь вот жмете Gold и торгуете контрактами на золото. Как раз завтра понедельник оно, может быть, откроется гэпчиком наверх. Все, всем профитроли. С вами был Гринни. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И скоро увидимся в следующем видосе. Пока. Илон, не ссы. Мы сейчас делаем, короче, охуеть какие-нибудь дешевые солнечные панели. И весь биток будем майнить на солнце, короче. Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел?